Друзья, не показывай спойлеры, вот так у меня это самое, потому что там лютые спойлеры. Друзья, у нас случился рейлинг-шоу, вы попали на этот канал, и мы строим москвич, в который мы засовываем хондовский мотор К24. В этом видео будет много всего интересного, познавательного, но самое главное, мы вам покажем и своим примером расскажем, что можно своими руками, не будучи малярами, а сделать шикарную, красивую подкапотку за выходные с батей в гараже, как вы любите, и это будет стоить недорого, и мы вам покажем, как это делать, это делается элементарно любой криворукий, даже мы справимся. Вот, и самое главное, вы должны знать два чудесных факта, с которыми невозможно поспорить. Первое, хонда не едет, а второе, хонда почему-то при этом делает шикарные моторы. У нас мотор, который прошел по приборке 188 тысяч пробега, и наверняка он был смотанный, ну, потому что сколько лет машине, да, нормально так. Потом этот мотор у нас в процессе постройки машины упал на пол, а потом мы в него накрошили мелкой-мелкой стружки от болгарки, и вот это вот все, вот это вот все перемешанное мы сейчас будем вскрывать, и посмотрим, что такое хонда изнутри. Ну что, саная хонда не ожидала снова оказаться на вертеле? Смазка наша на месте. Ну, он даже не лопнул, смотри-ка, кажется. Тут вообще все идеально. Вот такие вот хонда моторы. Вообще, вопросов ноль, квала тоже. В связи с тем, что нам криворуким предстоит разобрать втек и собрать, можно напоминать мотор. Да. Хороший был мотор, да? Состояние вообще классное. Вообще понятия не было. Жалко, что мы сейчас его уничтожим. Но зато мы будем знать, как втек изнутри выглядит. Во всем надо искать позитив. Какая-то штучка, можно было не откручивать. Назад. Вот пружинки лучше бы не вылетали. Вон Кек уже видишь, вон она раздвигается вся. Не надо, чтобы она вываливалась, это будет очень плохо. Вот если это сейчас разойдется, то все помянем. Мы это не соберем. Точно. В одном из предыдущих видосов я вам говорил, когда мы тогда еще разбирали этот мотор, что вот эта штука втек хондовский, он просто во все щели. БМВ, Тойотом, с их Ванусами, с их ВВТА и так далее. Вот эта простая и очень надежная конструкция, она и уровень поднятия клапанов, и время открытия, и все абсолютно регулирует. И тут, значит, комменты набежали БМВшники с криком, да ты забыл, что есть у БМВ Вальватроник. Он делает как бы вот те же самые задачи вместе с Ванусами. Но вы упускаете один очень-очень важный момент. Да, есть Вальватроник, есть дабл Ванус. И это уже очень дохера дорого, и это очень дохера требует обслуживания, и очень часто ломается. А вот эта штука, вот эта, это, я не знаю, мне кажется, что у вас быстрее поршни сотрутся, чем вот эта сломается. Она не требует обслуживания, она ни у кого никогда не ломается. Я не сломаю ни одного случая, чтобы у кого-нибудь втек сломался. Мотор стукнет, поршни вывалятся, втек не сломается. Это настолько примитивная и гениальная конструкция, которая просто уничтожает. И ВВТ, у Toyota какая там еще есть дополнительная, помимо ВВТ, тоже в комментах кричали. И у Toyota, у какого-то то ли Renault, то ли что-то, какой-то вообще такой производитель, который ну не авторитетен ни разу вообще. В общем, смотрите, из всех автопроизводителей Honda придумала самую гениальную вещь. У вас просто, вот кулачки, значит, на один клапан давит, на другой клапан давит, подается давление, здесь шпонка защелкивается. И вот этот большой кулачок давит сразу на два клапана, меняя высоту подъема клапана, меняя время открытия фазы. А нет, фазы регулируются отдельно, там же у него, с какой стороны у нас. Короче, там еще фазы регулируются отдельной штукой, но это уже как дополнение. Основная гениальность вот в этом. Это просто охрененно. Вот поэтому Honda делает шикарные моторы. И при этом всем Honda не едет. Нет, тут Honda, здрасте. Тут вообще прям, смотри, с добрым утром. Не царапин, Honda вообще целка. Еще, не знаю, заводской нет? Да заводской, никто не снимал голову, ты что? Да, вон все в порядке. Вообще, слушай, а блок-то вообще в идеале. А как так может быть на таком пробеге? Ни одной царапинки, ничего. Даже намека на задиры нету. Да. Ну вот это? Вот это, это что-то заводская. Это датчик какой-то. Да, нет, это что-то. Вон там вниз идет, смотри, тут датчик. Это деталька прямо. Да. Думали, птичка накакала. Надо почистить просто будет. Я надеюсь, что многое большее что-то будет хорошечно. Как, объясните мне, так получается, что мотор, который прошел минимум 188 тысяч километров, и это крутильный верховой мотор, не потерял свой хон вообще. Он заводской почти что. Это как? Еще по результату уже разбора мотора, у которого под 200 тысяч пробега, как оказалось, 170. 188 на приборке, на приборке у этой машины. Это пробега, мотор вообще в офигенном состоянии. Ну, как будто бы пробега, типа, ну, около 100. То есть какая-нибудь Mazda, там, та же BMW, ну, по пробегу можно было бы сказать 100. При этом он не разбирался, не ремонтировался, короче. Так, в смысле 100? Мы вообще не нашли никаких следов износа в этом моторе. Тут хон на месте. Здесь никаких потертостей, протертостей, ничего абсолютно. Здесь все постели как новые. Здесь все, все здесь как новые. Даже вкладыши, которые мы отсюда вынули изначально, были в отличном состоянии. Да, ну, как многие вот эти специалисты писали, что зачем вы поменяли вкладыши. Мы же вкладыши, ну, просто так поменяли. Мы промерили коленвал, мы промерили все, и после этого купили вкладыши. Не потому, что мы просто так их поменяли. Типа, ну, мы знаем, что делаем, мы знаем, зачем мы поменяли вкладыши. А то вот эти комментарии, что Honda на заводе там до тысячной микрона подбирает вкладыши. Вы только влезли, хуже сделали. Ну, нет, ну, на есть на коленвале выработка. Когда вы сделаете лучше, тогда и напишите. Но на самом деле у нас давно для вас есть памятка. Вот она. Собственно, зачем мы вообще разобрали этот мотор? Ведь можно было его, ну, в комментах советовали, что да, у нас там как бы опилки были, что можно было продуть или промыть, но это люди, которые никогда так не делаете. Никогда. Если у вас что-то грязь попало в голову, только съем головы. Потому что если вы будете это смывать, продувать, это все пойдет в маслоканалы, потом это пойдет в маслонасос до фильтра, и маслонасос выйдет из строя. А потом выйдет из строя сам двигатель. Поэтому всегда, если вы загрязнили голову, ее нужно снимать. Но мы не особо расстроились, что мы загрязнили голову, потому что мы все равно хотели полностью разобрать, а дефектовать этот мотор. Почему? С экономической точки зрения. Да, мы сейчас вложим в него немножко денег, но зато мы знаем, и будущие покупатели этого проекта будут знать, что мотор в идеальнейшем состоянии, и цена этого свап-комплекта примерно 1350, да? Ну, 250 продают необслуженный, точно такой же, необслуженный. Вообще никак, никто ничего не лазил. Ну, то есть, кот в мешке, непонятно, что внутри. Да, здесь при том, что мы типа все показываем, я думаю, что больше 300, да? Да, но здесь еще фишка в том, что у нас переварен полностью впуск, у нас будет здесь переваренный выпуск, у нас будет здесь очень крутой выпускной коллектор. Это все стоит огромных денег, поэтому этот мотор легко, просто болтон встанет, вот только вот этот нужно будет переварить, кастомные крепления, встанет в жигу, и жига поедет очень, ну, очень хорошо. А вложим мы сейчас, типа, ну, 10. Да, нет, а фишка в том, что у нас многие в комментариях просто не понимают цену свап-комплектом. Они рассуждают так, типа, мотор стоит сотку, коробка стоит 25, значит, свап-комплект стоит 125. А когда я начинаю рассказывать, что люди просто в шестнарь, в жиговский шестнарь вкладывают по полмиллиона, и это будет атмос шестнарь, они не верят. Ну, тут, видишь, еще в чем нюанс, что люди не понимают, что мотор это не только вот набор железа, и что все, ну, что ему мозг нужен, мозг сейчас вот мы прошить отдадим, это деньги, причем, ну, немалые деньги. Косу переплести, переделать, ну, электрик берет, ну, 50. Мы, типа, сделали, но я к тому, что... Нет, ты не понимаешь, ты просто жадный блогер, который хочет нажиться. Мотор 100, коробка 25, итого 125, а все, что сверху, это ты жопа жадная до денег и все. А мозги должны быть в подарок. Ну, это когда я, типа, сейчас куплю BMW за 100 тысяч с Абит и буду на ней ездить без проблем. Да. Мы здесь, шутки ради, посчитали, сколько стоит такой свап-комплект, если его просто повторить, но это при условии того, что у вас мотор в таком состоянии, как у нас. А, подожди, еще же сцепление, плюс маховик. Всякие подшипники проточить под подшипники. Проточить коленвал 3 рубля. Стоило проточить голову, мы не посчитали, что будет 3 рубля стоить. Маслосъемные колпачки, вот эту всю хероту... Ну, короче, полтора. Из последнего мы не посчитали. Короче, и это все еще займет очень много времени. Логично, что когда мы достроим этот проект, мы его будем продавать, и люди уже сейчас нам пишут заранее, типа, ой, а будете ли его продавать, сколько будет стоить. И многие почему-то думают, что он уйдет, типа, там, за 150, за 200. Но нет. Мы рассчитываем цену исходя из того, что свап-комплект стоит 350, и мы его можем прямо сейчас продать, его купят за 350. Ну, не прямо сейчас, когда заберем. И кузов «Москвича», вот в таком состоянии, на подвеске, на покрашенной подкапотке, на сделанном салоне под аккордовские сидения, на рулевой рейке, на документах, это где-то 150. И к этому, это уже полмиллиона, и к этому мы прибавим внешку. Я не знаю, сколько мы потратим на внешку, но рассчитывайте, что этот проект будет стоить нифига не 200 тысяч. И да, многие из вас скажут, да нахер он нужен за такие деньги, но поверьте, есть огромнейшее количество людей, у которых есть бабки, которым прикольная такая игрушка. Просто игрушка. И из всего этого огромного количества людей нам нужен всего лишь один человек, который ее купит. И мы его найдем. Опять ты ешь одно и то же каждый день, это же вредно. Я тебе принес нормальной еды. Это что? Это прием, доставка еды, завтраки, обеды и ужины. Что, каждый день одно и то же? Нет, у них меню не повторяется в течение четырех недель. Сколько стоит? Девять девятьсот в месяц, доставка бесплатная, раз в три дня тебе привозят еду и ты больше не готовишь, не моешь посуду. Ее можно взять с собой на работу, куда угодно. Это 330 рублей в день? Ну, примерно да. Это меньше, чем ты в столовке на один только обед можешь потратить. Что подозрительно дешево. Ну, за качество можешь не переживать. Уже больше десяти тысяч людей пользуются этой доставкой и всем все нравится. Ссылку на доставку еды прием я оставлю в описании. Пока наш мотор в очередной раз будет в переборке, мы будем заниматься кузовней. Именно уже такой финальной частью кузовни, внутренней скажем так. Что нам нужно сделать? Нам нужно в подкапотке все вот эти вот лишние дырочки заварить. Вот здесь у нас выпил под генератор, потому что он под крылок упирался. Здесь все закрыть. Все старые крепления, москвичевские родные, но они уже выпилены. Все отверстия лишние заварить, все зашпатлевать и покрасить, чтобы подкапотка была прям вот. Хоть на выставку ставь, чтобы все было красиво. И то же самое нам нужно будет делать в салоне. Весь наш тоннель новый подготовить, все герметиком пройти и так далее. Старые все крепления отпилить, новые замазать, выровнять и покрасить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть проблемка. Дело в том, что нам нужно параллельно готовить к покраске и подкапотку, и салон. А болгарка у нас для этого всего лишь одна на всех, на троих. Поэтому мы вышли из ситуации, купив еще одну болгарку AEG. Заодно мы купили еще одну зарядку. Потому что у нас слишком много инструментов AEG, а зарядка у нас была одна. Теперь можно в очереди не стоять на зарядку. Купили мы это в магазине все инструменты. И мы попробуем у них в очередной раз вывезть для вас промокод на скидку. Ссылка будет в описании, если у нас получится. И промокод будет в описании. Дадим какую-нибудь скидку на весь ассортимент электроинструмента AEG. Крутая штука, у нас почти все AEG. Нам очень нравится и вам рекомендуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас тут нанотехнологии. Я буду чистить пол. И чтобы не умереть, у нас стоит вытяжка. Пушка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, у нас есть небольшие проблемки. Значит, в салоне я все почистил, подготовил. Здесь нужно герметиком только замазать и покрасить весь пол с новыми усилителями и тоннелями. А вот под капотом проблема. Видите ли, подкапотка была чем-то покрашена таким... Кисточкой, во-первых, была покрашена, а во-вторых, чем-то таким въедающимся. В общем, это очистить почти нереально. Вот я чуть-чуть здесь почистил, и я убил нафиг вот этот волосатый диск. И все, его больше нет с нами. А как вот эти вот все штуки очистить там в углах и так далее, вообще непонятно. Вот, да, лонжерон, там же вообще пи***ц полный. И нам нужно очистить это все до металла, потому что подкапотка должна быть очень красивая. Что мы решили сделать? Ну, придется немножко потратиться. Позвонили с лавки, сейчас приедет эвакуатор, и мы повезем это на пескоструй. Ну, по-другому никак, вот вообще никак. А давай не будем крепить? Давай! Так, друзья, многие спрашивают, где Ford Focus на V8? Ну, а если кто не знает, у нас есть еще один проект, Ford Focus. У него стоит под капотом американский V8, который ставился в том числе на Мустанге. Стоит он на заднем приводе, сзади у нас подрамник от BMW, и его давно нет на канале. Почему? Потому что есть целый ряд причин, почему мы в данный момент не можем параллельно строить два проекта. Ну, самая главная проблема – это, понятное дело, финансовое. Сейчас Москвич в ближайшее время должен сделать первый выезд, и мы тогда уже загоним, значит, наш Focus и продолжим его. Но, тем не менее, он здесь не просто так стоит в сугроб превращенный. По нему много чего за это время было плавненько, потихонечку сделано. Мы все-таки снимаем серию, сделаны тормоза, сделаны… Мы купили на жопу ему кайлы от BMW, чтобы отрегулировать высоту, а то она сейчас слишком высокая. И нам на перец сделали вообще на заводе, изготовили лично для нас пружины, потому что мотор слишком тяжелый для стандартных фокусовских пружин. В общем, мы не бросили проект, мы его делаем. Видос по нему будет, но попозже. Собственно, до. Итак, москвич мы отпесочили, как вы видите, теперь можно продолжать покраску и сборку. Итак, друзья, конкурс. Разыгрываем в этот раз Леху, он для всех за**ал. Разыгрываем в этот раз мы мойку портативную, аккумуляторную, аквагант компании «Даджет». Все очень просто, есть мойка на аккумуляторе, кидаете шланг в любую емкой с водой, предварительный напор не нужен. И мойте все, что вам нужно помыть, все, что загрязнилось. Чтобы выиграть эту мойку, всего-то на всего нужно быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видосу и написать любой комментарий от десяти слов по длине. И все. И в эти выходные, в ближайшие выходные после выпуска этого видоса, мы подведем итоги этого конкурса, а еще подведем итоги конкурса. Мы в предыдущем видосе разыгрывали новый сварочник, кстати, очень крутой. Если вы еще не в курсе, можете перейти на предыдущий видос и узнать условия конкурса там. В выходные ближайшие подведем оба конкурса под итог и выложим этот итог в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы всегда можете найти в описании. Леха прилагается. Итак, Маскович вернулся к нам, он весь отпесочен, теперь мы уже можем со спокойной душой прокрашивать все и знать, что подкапотка будет ровненькая, аккуратненькая и красивая. Покроем сначала кислотным грунтом, потом обычным, да, потом же обычным. Что касается салона, сейчас все швы будут пройдены герметиком и пол весь тоже будет потом покрашен. А еще герметиком нужно будут эти вот новые швы все пройти, чтобы, ну, по фэншую прям получилось. Как тут, конечно, всю эту петушину я вообще не представляю. Как-нибудь. Так, все швы у нас замазаны герметиком, все надежно, можно и здесь тоже будет спокойно уже красить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лайфхак для тех, кто хочет покрасить себе подкапотку, салон, машину. Ну, не важно вообще, что-то покрасить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо. Вы никогда не покрасите так, как покрасит вам профессиональный маляр. Однако, если вы живете в Санкт-Петербурге, то вы знаете, что профессиональных маляров в нашем городе нету. И лучше, чем вы сами, они не покрасят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ты бы Леха в нашу веру уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Леха уже с нами, сколько времени он уже убедился, что в Питере маляров нету. И разница, и разница между тем, что вы сами покрасите хреново или вам за деньги покрасит хреново, только в этих самых деньгах. Итак, кузов наш подготовлен под покраску, герметиком мы все прошли, все новые швы под герметиком, Леха под герметиком надышался, кислотником мы здесь все прошли, сейчас обезжириваем, наносим грунт и мы вам, наверное, может быть, покажем, как нужно пользоваться, я забыл. Ничего мы никому не покажем, мы сами не знаем, кого мы покажем. Ничего сложного нету. За что они берут деньги? Как и электрики. Электрики ни за что берут, маляры ни за что берут, это все можно сделать своими руками в гараже. Мы сейчас за день все покрасим. И, кстати, будет лучше, чем у большинства маляров Петербурга. Нет. В смысле нет? Сабзира, ты ли это? Ой, хорошо, пошел кислочный чесчетчик. А при вдыхании вызывает раздражение кожи, вызывает серьезное раздражение глаз. Семь дней понос на восьмой смерти. Да? Ну нахер мне это надо. Вы чего? Чего тебе терять? Как нам красится в темноте? Я запомнил, куда красить. Итак, после того, как мы покрыли все грунтом, его нужно перетереть мелкой наждачкой с водичкой. Это убрать всякую пыль на пыл, вот эту херню и финально все разровнять. И дальше мы приступаем непосредственно к покраске. Нас сейчас будем учить, как покрасить, не обосраться. Да, Лех? Ну мы заведомо обосремся, но из нас никто красить не умеет. Даже такие олухи, как мы, которые не умеют красить, сейчас покрасят идеально, лучше любого маляра. Откуда у него такая, блин? Я знаю лайфхак. Я знаю лайфхак. Короче, самое страшное в покраске, где можно сделать самые большие бас-ратушки, это потеки, правильно? И все. Из них, скорее всего, у нас получится. Вот, это самое главное, потеки и непрокрасы. И вот если у вас нет опыта, что нужно делать? Нужно поставить минимальную подачу краски, и будет чуть-чуть подольше. Но вы будете тоненький-тоненький слой за слоем так накладывать на минимальной подаче, и все будет ровненько, гладенько и без потеков точно. Вот, чтобы не обосраться. Мы с грунтом, по сути, делали то же самое, но не потому, что мы такие лайфхакеры, а потому, что у нас один только пистолет, и он под краску. Грунт для этого пистолета слишком густой, и как ни крути, как там не настраивай, все равно подача будет слишком маленькая для грунта, поэтому грунт легкий идеально. Сейчас идеально ляжет краска. Эх! Или нет? Elling paint shop. Открываем. А мы покажем сразу всем цвет какой будет? Да. Ну что, финально? Финально что? Ну это же цвет машины будет. Вот такой. Жесть какая! Почему жесть? По-моему хороший, он прям в Феррари. Это Феррари? Нет, это москвич, у него стоит хондовский мотор. Чего, блядь? Ой, много подачи, ой, много-много. Мы сейчас все потечет. Давай вообще подачи, давай больше навалим. Что-то у нас сильная жидкая получилась. Какая? С сильная жидкая она получилась. Отлично. Ну так вот, поэтому нужно минимум. Меньше просто не можно. Нет, факел шире, а подачи меньше. Красиво, Леха, действительно, как твоя помада. Ну, я кто выбирал краску-то? Краска очень токсичная, поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, красть в акваланге. Я уверен, что найдутся люди, которые будут говорить, что надо было подкапотку в какой-нибудь ядерный цвет красить отдельно от кузова, но мы этого делать не хотим, потому что нужно тогда... Короче, когда подкапотка в один цвет, кузов в другой цвет, это там особый стиль со своими ограничениями, скажем так. То есть должны быть кардинально разные цвета, а мы хотим красную подкапотку, потому что голова мотора красная, все будет выглядеть классно, и кузов должен быть красный, чтобы по документам соответствовать, собственно. Итак, красный цвет подкапотки готов, переходим к салону. Переходим к водным процедурам. Подводным, я бы сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво! Подушку на... Я сейчас ее скрутить надо и покрасить. А, можно обыкнуть и не красить? Ну, да, это, конечно, был бы вообще идеальный варик, но нет. Нет, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего два дня работы и около 10 тысяч на материалы, и у вас вот такая вот красивая подкапотка. И не нужно обращаться к малярам. А, и салон, да, на подкапотке намного меньше. У нас на салон сколько ушло? Там по площади намного больше. А так это было бы намного меньше, если бы мы только подкапотку делали. За два дня мы сделали подкапотку и салон. Я думаю, что это вообще доступно каждому. В условиях гаража нужно иметь просто компрессор и хоть какой-то краскопульт. И так вот чуть-чуть выкрашиваете всю подкапотку. Вы знаете, насколько она красивая стала? У нас в Москве еще никогда завода так не выглядел. Так аккуратненько. Вы знаете, болтики какие. Все нарядное, все аккуратное. Не подтеков ничего. Краскопульт за 2 500 покупали. А, это краскопульт за 2 500? Вообще типа такой, для начинающих. Ну, короче, краскопульт даже дорогой не нужно покупать для этого дела. Даже не загниет. Вот, потому что все несколькими грунтами сделано и так далее. По салону у нас тоже все очень нарядно получилось. Как вы видите, вообще цель была покрасить именно тоннель, чтобы он не гнил. Но обновили заодно весь пол, чтобы в едином стиле было, во-первых. Конечно, здесь вот это все будет закрыто. Здесь сиденьями будет закрыто. Здесь будут коврики лежать. И все будет вообще максимально аккуратненько. Главное, что у нас на виду останется наш тоннель, который открыт. Усилитель будет закрыт торпедом. Его покрасили просто, чтобы он не гнил. Не дай бог, обидно будет. Но вы посмотрите, а, как все нарядно. В следующей серии мы соберем мотор, подключим его и сделаем первый запуск. На идее, что у нас же ничего от этого останавливать не будет. Во всяком случае, мы будем уверены на 100%, что мотор в шикарном состоянии. И можно будет запускать его и уже стремиться к первым выездам. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот видос и все остальные с тестами боевыми и так далее. Увидимся.